Итак, сразу небольшое вступление. Презентация готовилась на английском языке для удобства. В итоге оказалось, что большинство участников предпочли русский, поэтому буду говорить на русском, но есть перевод, если что. Это первый технический момент. Второй человеческий момент. По вопросам, когда мы тут задавали, сразу говорю, что я так поняла, что многие восприняли меня как злого совсем полицейского. Не буду оправдываться, так и есть, но задаю вопросы не чтобы сказать, что вы слишком плохи и не думаете, а чтобы наоборот помочь вам потом на менторских сессиях посмотреть, в какую сторону можно двигаться с проектом, что можно поменять и как поиграться для того, чтобы сделать его более выживаемым и sustainability его увеличить. Окей? Класс. Ну что, поехали тогда. Можно и сразу дальше? Да, PDF-ка, и оказывается, она немножко переключается только вручную. Итак, почему CivicTech как барометр такой, индикатор? Потому что, я думаю, что это вообще не секрет, потому как это такая лакмусовая бумажка, которая сразу показывает, какие есть узкие места, проблемы, запросы у того или иного общества. Это сфера, которая как раз интегрирует в себе те самые инновационные технологичные подходы, которые вы хотите применять совместно с гражданами и совместно с органами власти или государством в целом, вообще в зависимости от того, как вы выбрали свой секта. Дальше. Вот потому есть четыре основных наших стейкхолдера, с которыми мы взаимодействуем, разрабатывая подобные проекты и развивая их. Это непосредственно государство и органы местной власти. Это НГО, то есть то, что мы называем третьим сектором. Это бизнес, потому как это тоже хороший ресурс. И как показал, например, питч одного из участников, где Павел с ЕПАМом, который вообще выбрал для себя эту аудиторию. О, класс, переключается. Бизнес тоже может быть хорошей подушкой для взаимодействия. И это наши IT-таланты, это те люди, которые, и не только IT на самом деле таланты, это те активисты, которые тоже могут вовлекаться и помогать развивать эти проекты. Но почему-то иногда это не работает. Почему же? Я остановлюсь на основных моментах, которые есть проблемы в Украине. Основные три поинта. И я думаю, что этот челлендж актуален не только для нашей страны, но также и для других стран постсоветского пространства. Первое и самое главное. Это нестабильная бизнес-модель. Если она у вас одна, вы должны ее валидировать максимально. Если у вас их больше, а их может быть больше, это прекрасно, потому что это ваша страховка. С бизнес-моделью я часто сталкиваюсь, знаете, с вопросом, у меня социальный проект. Зачем, ну, о каких деньгах может идти речь, если у меня социальный проект? О деньгах не может идти речь только в том случае, если ваш социальный проект посвящен благотворительности. В других остальных всех случаях, так или иначе, вам нужно каким-то образом, ну, простите, кормить свою команду, как минимум. Если же мы говорим о сайт-проекте не как основном, а, например, бывают случаи с сайт-проектом, когда есть большая компания, которая готова выделять определенное количество финансов под корпоративную социальную ответственность или что-то подобное, тогда да, тоже make sense, этот проект может не сильно запариваться насчет заработка и монетизации. В остальных случаях не принимается. Второй вариант. У вас много таких идей, которые связаны с данными. Я сейчас говорю о данных, не только об открытых государственных данных, а о данных в принципе. Спасибо. Да, я услышала просто шум. Итак, значит, мы говорим о том, что их недостаточное количество или плохое качество. У нас, например, если мы говорим об открытых данных, то, что там мне ближе, например, и проектом, с которыми я работаю, у нас есть даже шутка-минутка, когда при всем реализме и понимании, что в Украине это на законодательном уровне везде прописано, что типа все понимают про открытые данные, но находятся люди, которые работают в органах и считают, что PDF отсканированный документ — это открытые данные. Нет, ребята, это машиночитаемый должен быть вид. Ну, то есть это однозначно является проблемой и в ваших странах в том числе. И хорошо, если у вас нет проблемы количества данных, а проблема хотя бы только в качестве. Потому что, когда, например, у нас в Украине приняли постановление впервые, сейчас уже принята третья итерация, уже обязали открыть аж 900 наборов. И это прекрасный, с одной стороны, результат, с другой стороны, мы не говорим об их качестве и о стандартизации определенной. И это тоже такой себе не факап, но нюанс, с которым мы должны сталкиваться еженедельно, ежедневно в работе, реализуя подобные проекты. Третий момент и не менее важный момент и челлендж — это кто же будет тем самым продакт-оунером. В стартапах это проще, потому как фаундеры, даже если их несколько, они между собой распределяют доли проекта, они понимают, что он принадлежит им, и все. И как бы этот вопрос закрыт. Когда проект реализуется совместно с разными стейкхолдерами, а тем более, если один из стейкхолдеров государства, становится вопрос, кто же будет отвечать полноценно как продакт-оунер за этот сервис или продукт. В нашем случае существуют кейсы, когда особенно органы говорят, «Классная идея, все здорово, развивайте». Но как бы, ребят, это же ваша компетенция, мы поможем вам реализовать, но администрировать и поддерживать нам этот сервис или продукт должны вы, потому что это относится к вашему министерству и ведомству. Они же не готовы этого делать или не в полной мере. Это часто связано с госбюджетами, и это тоже популярная проблема для всех наших стран. Часто они не хотят брать ответственность по принципу элементарно у них нет компетенции и специализации. В каждом министерстве есть, например, IT-команда. Это логично. Есть департамент, который отвечает за те же данные, за полное администрирование каких-то проектов, того же сайта их, но они не настолько квалифицированы, чтобы, например, поддерживать какую-либо из ваших идей. И такое тоже бывает. Но есть ребята, у которых все-таки это получается каким-то образом. И я хочу остановиться и немного, может быть, вас вдохновить, для того, чтобы вы понимали, что it's real, и это прям очень здорово, и вы приносите классную пользу и вдохновение и своим командам, и своему обществу, и государству в целом. Проект Donor.ua. Украинцы наверняка знают об этом проекте. Это платформа для доноров и для тех, кто нуждается в донорах. Вы можете отследить и стать, собственно, донором, в том числе, крови для того или иного человека или в целом. У нас в Украине это одна из самых коррумпированных сфер. И с одной стороны, ребята закрывают вопрос того, что вы можете совершенно прозрачно, спокойно посмотреть и понять, кому. А с другой стороны, это минимизирует разные коррупционные схемы, которые возникают в больницах, в пунктах приема крови и так далее. Где это в буквальном смысле торговля, как бы это страшно ни звучало. Проект абсолютно социальный, казалось бы. Это возвращаясь в бизнес-модель. И на самом деле ребята первые пару лет действительно работали как социальный проект. Они развивались на деньги доноров. И все было бы ничего, но в какой-то момент они поняли, что если они хотят работать исключительно с деньгами доноров, то тогда это нужно нанимать отдельных людей, которые будут изо дня в день только и заниматься тем, чтобы искать новые заявки, заполнять их, подаваться и так далее. А это нерентабельный и очень трудоемкий на самом деле запрос. Поэтому стал вопрос, как же можно немного модернизироваться. И мы проверили несколько гипотез вместе с этим проектом и выявили, что как раз фактор корпоративной социальной ответственности, корпоративного сектора, коммерческого, может служить той самой монетизацией для них. Они организовывают тренинги, образовательные лекции для компаний. Они в качестве не только лишь там тимбилдинга в определенных, а в принципе под статью корпоративной социальной ответственности организовывают совместные сдачи крови. То есть сотрудники могут компании прийти, например, и сдать в какой-то точке определенной. Или наоборот, врачи даже приезжают в здание компании и соответствующий персонал, который организовывает Донор.юэй. И это дает возможность им зарабатывать и окупать хотя бы команду. Но при этом платформа, которая работает, остается абсолютно бесплатной, как и была. Ира спросила меня, почему же здесь нет фотографии? Фотографии нет специальным образом, потому что это, знаете, какой-то такой подтекст своеобразный. Сервис здесь два в одном. Сервис 007 и eData. Начиналось это все с одной команды, и по большому счету она и осталась одной. Но eData заходили как стартап. Используя открытые данные и реестры, ребята решили смотреть на бюджетные растраты в государстве. И все бы было здорово, но они пошли дальше. И помимо того, чтобы просто смотреть за этим, как аналитическая система, и мониторить, они решили, а почему бы не поймать государству, НГО и бизнесу вообще отслеживать это все системно, а не быть просто инструментом для журналистов или тех же активистов. Поэтому eData, как проект, ушли в государство и стали Spending.gov.ua. Сейчас это портал в Украине, на который официально выкладываются все результаты этих растрат. И вы можете посмотреть полностью все по бюджетным деньгам в нашей стране по разным структурам. 007 отделился мини-проектом, который остался поисково-аналитической системой и платформой, где используются те же абсолютно открытые данные, однако вы можете еще и использовать их, например, для журналистских расследований, если вы, например, не профессионалы, не можете сопоставить прямо технически огромные большие открытые данные. Также они проводят конкурсы ежегодно, мотивируя и популяризируя эту сферу. И это тоже вариант, каким образом проект может стать и повысить свое sustainability. То есть мы говорим о том, что product owner стало государство в данном случае. Они остаются у истоков команды этого проекта, они помогают его развивать. То есть это не то, что они просто отдали из рук в руки. Проект патент-бот. У нас в Украине и в некоторых из ваших стран точно он уже развивается. Помимо этого еще в восьми странах мира, причем и Азия, и Штаты. За счет чего вообще этот проект настолько успешен? За счет очень простой технологии бота. Многие тут противились против ботов, а я скажу, что это очень классный и быстрый способ реплицировать вашу идею на любую страну, регион, что бы то ни было. Как понятно уже из названий того, о чем я говорила, с помощью этого сервиса вы можете посмотреть, зарегистрирована ли, например, торговая марка с тем названием, которое вы хотите. Это первое, самое быстрое. Второе же, это вы можете через них зарегистрировать свою торговую марку. Это занимает намного меньше времени, нежели бы вы делали это с кучей бумаг и патентных поверенных. Репликация состоит в том, что меняется исключительно язык самого бота в зависимости от страны. И, конечно же, алгоритм тоже немного видоизменяется в зависимости от законодательного поля. В остальном вас встречает прекрасная, милая девочка, которая там в этом боте визуально выглядит, и вы с ней общаетесь и быстро решаете все вам нужные вопросы. Проект, который тоже относится к вопросу того, каким образом же можно развиваться и поддерживаться. Нет, он не стал монетизироваться, если вы об этом подумали. Он принял огромный фактор коллаборации с государством. Лики-контроль – это проект, где вы можете с помощью приложения отсканировать штрих-код в аптеке на упаковке лекарства и получить не только стандартную информацию о том, какая инструкция, аналоги, состав, противопоказания и так далее, то, что и так в упаковках у всех лежит, но и самое главное – вы можете обезопасить себя от покупки контрабанды и некачественных лекарств. Существует проблема завоза недостаточно сертифицированного продукта, непроверенного продукта, и он может стать риском для вашего здоровья. Соответственно, у вас, если, не дай бог, эта конкретная партия не проходила проверку при попадании в продажи, у вас будет аларм в приложении, что это не так, или наоборот, у вас будет высвечено, что да, эта партия прошла проверку, и все с ней окей. И МОС, наше министерство, в Украине, они поддержали этот проект, и вообще правительство поддержало от имени, пока еще нынешнего, он еще не сменился, вице-президента, поэтому этот проект получил очень мощную поддержку именно государства. Благодаря этому его начали, его до этого хорошо использовали, но еще больше юзеров, и его развитие именно заключается в государственной поддержке. Проект «Новизор». Есть, те, кто из Украины, скажут сразу, есть похожие проекты, которые называются «Дороги Украины», которые, правда, проданы, не совсем так уже работают уже, но сам факт. Вы скажете, что они схожи по своей деятельности. По деятельности, может быть, по развитию совсем нет. Этот проект взял все, что можно и что нельзя, от нетворка. Пользуйтесь этим фактором. Нетворк — это тот инструмент, который вам дает рассказывать о своем проекте на каждом углу, каждому человеку. Учитесь как раз вот питчить в короткий срок, потому что чем большее количество людей об этом узнает, это будет передаваться как сарафанное радио, а вдобавок ко всему это еще и поможет найти тех самых нужных партнеров. И в данном случае сейчас этот проект работает в 8 странах и активно развивается и на своей части Украины, и за рубежом. Сам проект, идея проекта состоит в том, что вы скачиваете приложение, это больше для автомобилистов актуально. Помимо того, что вы можете пользоваться им как навигатором, в зависимости от вибрации на дороге считываются эти шумы, и, соответственно, вы на карте видите еще и качество дороги. Изначально, когда ребята создавали этот проект и развивали свою идею, идея была еще и в том, чтобы местные, городские власти, области и так далее смотрели на то, какие участки дорог в первую очередь требуют ремонта. Но, как мы все прекрасно понимаем, это не совсем сработало. Поэтому они все-таки акцентировали внимание на работу с юзерами для того, чтобы, особенно когда вы передвигаетесь на длинные дистанции между городами или странами, вот вы можете спокойно пользоваться этим сервисом. Хотя некоторые регионы, их местная власть все-таки обращает внимание на то, какая статистика есть в этом приложении. То есть, по сути, ребята и использовали открытые данные, и генерят огромное количество данных. Uscore. Не стоит тоже фотография. Это не дизайнерское решение, это тоже такая небольшая интрига. В Украине есть замечательный проект, который называется Ucontrol. Это их подпроект. Ucontrol, как большая платформа и основной проект занимаются тем, что, используя разные реестры открытые государственные данные, вы можете проверить любое физлицо или юрлицо по разным параметрам. Uscore — это подпроект, который реализует именно скоринг того или иного юр-физлица по восьми разным категориям. И это как раз возможность для взаимодействия с коммерческим сектором и для монетизации. Предлагая этот инструмент особенно финансовому сектору, стартап этот может спокойно окупаться и развиваться. Потому как финансовый сектор заинтересован, а особенно банки, в том, чтобы не дать лишних денег, кредитов неблагонадежным особам. Я вижу руку. Да, мы... Давайте я сейчас закончу, и мы оставим время. Да, у нас есть еще время на вопросы. Я как раз отвечу. И это был один из вариантов как раз взаимодействия и интеграции с большими банками. Ребята, которые также используют, безусловно, данные, одни сделали платформу по судебным реестрам для юридического сектора, для адвокатов, для судей, где вы можете по разным параметрам отфильтровать и по решениям судебным, и по отдельным судам. Вы можете посмотреть постановления отдельные, вы можете даже отсортировать по сумме, которая фигурировала в том или ином виде. Эти ребята выиграли не один конкурс. Они изначально получили достаточное финансирование для того, чтобы запустить бета-версию. И уже исходя из бета-версии, которая сейчас работает, они предоставляют API некоторым проектам бесплатно свое, для некоторых секторов оно платное. Собственно, та же самая модель, как работает Open Data Bot в Украине. Поэтому у меня к вам есть замечательное предложение и мотивация для того, чтобы стать теми самыми change-мейкерами в каждой из городов и стран, для того, чтобы сделать нечто большее, помочь друг другу, и нет лучшего времени, чтобы делать это прямо сейчас. А теперь да, вопросы. Я вижу. Very short question. Is it legal? Yes, in our country, it's legal. The country also had something like this, but now we have protection of personal data, and we cannot use the country. They don't use personal data, they use only open government data. So you can't use like bank loans and things like this, because it's personal? No personal data. Да, пожалуйста. Два вопроса касательно двух проектов. Первый по поводу на визу, я правильно понимаю, что система считывает IDI, то есть International Roofness Index, которым замеряют ровность дороги? Да, они замеряют поверхность, то есть, если вы проседаете где-то в ямах, кочках и так далее, оно все сразу индикатором отправляется. Это какой-то другой индикатор? Это другой, нет, другой. До которого целая лаборатория двигается? Нет, другой я могу вам в личном порядке просто отдельно показать и рассказать. И второй вопрос касательно логиконтроля, я правильно понимаю, что министерство выдает все данные касательно регистрации медикаментов, а также касательно импорта? Да, все, что завозится в страну, все, что проходит сертификацию и поступает в продажу. Официально дается? Официально, официально. Да, Жень. Жень, скажи, это все живые проекты, да? Абсолютно. За счет чего они живут или стартовали, да? И есть ли какие-то подвижки, фаундеры, кофаундеры перемещают в бизнес, зарабатывают деньги? Да, смотрите, Жень, в первую очередь тебе адресую. Значит, все абсолютно, да, проекты живы, у каждого, как я упоминала в процессе рассказа, своя бизнес-модель, у кого-то это исключительно в принципе развитие как бизнеса, у кого-то это все-таки вспомогательный фактор для того, чтобы развивать проект и команду. Если мы говорим про фаундеры и уйти в бизнес, из всех проектов, которые я перечисляла, бизнес отдельный, есть только у ребят из Навизора, у них есть своя аутсорс-компания, которая работает не только в Украине и Навизор это просто один из их проектов. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Я вижу два даже. Насколько многие проекты забирают государство и начинают потом администрировать, насколько хорошо оно справляется после, потому что у нас есть в Беларуси немножко печальный опыт, когда государство забирают какую-нибудь практику ОНГО и потом оказывают услуги более плохого качества. По-разному, сразу скажу. Например, если говорить из глобальной практики, наша команда, ну помимо инкубатора, у нас есть своя продуктовая команда в нашей НГОшке, и именно они в свое время разрабатывали Data Go View, это портал открытых данных Украины. Потом его передали государству, абсолютно бесплатно, безусловно, и так далее. Сейчас им заведует государственное агентство по электронному управлению, и они хорошо справляются. До, я не скажу, что плохо, но не в достаточной мере, назовем это так, потому что вот начинались проблемы из-за качества данных, из-за того, что они плохо и не вовремя обновлялись и так далее. Сейчас последние несколько лет за это госагентство взялось очень так массивно, твердой рукой, назовем так, и они и актуализировали сам портал, его немножко изменили, и снесли оттуда все некачественные датасеты, они заново все сделали, стандартизировали, и в итоге теперь наш портал открытых данных, он даже подключен к европейскому порталу, потому что одинаково можно интегрировать через API, то есть я же говорю, это не совсем плохо, это скорее в недостаточной мере, плюс есть нюанс, то что мы начинали это как волонтеры и как активисты, а потом надеялись на то, что это будут ответственно к этому подойдут, в итоге было не совсем, но это лучше как бы чем ничего, как говорится. Да, наверное микрофон нужен, переводчикам нужно, говорят. У меня интересует такой вопрос, вот как сначала как бы забрало государство, то есть вы делаете какой-то проект, он оказывается нужным для государства, его забирают, он больше не ваш? Его не забирают, его передают, то есть вы добровольно отдаёте. Это делается, да, через КЗЗИ, абсолютно добровольно. Еще можно такой вопрос пока нет? Вот лики про лекарства, у нас вот наша ситуация, допустим, то, что мы сейчас создаем, наш чат-бод, для людей, у которых проблемы с блюденом. Самая большая в этой ситуации проблема, это лекарства содержат блюден, и они могут убить, да, таблетка, у тебя нет времени от голода 7 дней, от жажды 3, а тут нет времени. И вот можно ли каким-то образом получать у них информацию, какие лекарства содержат МТ? Или это связано письмами напрямую? Потому что если мы сейчас начнем для заполнения своего чат-бода писать во все медицинские, во все корпорации, которые поставляют лекарства в Украину письма, дайте нам официальные ответы, мы никогда незаботчиво. Во-первых, клики-контроль это не бот, приложение, и используя эти данные, я технически наверное меньше подскажу, насколько возможно вытянуть отдельную информацию только лишь по глютену, потому как, то есть если вы сканируете лекарства, у вас же там есть состав, если в составе вы видите его, значит да, он есть. Отдельно просто, чтобы оно сразу было как пуш-уведомлением в боте, я не знаю, насколько напрямую я могу помочь вам связаться. Напрямую связаться может быть как-то получить, потому что у нас есть литой, но есть лактоза, это две вещи, которые если человек скрыт свою ситуацию болен, срабатывают просто. Окей. Спасибо. Все? Все? Спасибо большое. Спасибо большое. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.